Проект Руслана Дэма Михайлова. Ковчег 5.0 Андрей Васильев. Книга четвертая. Флаг над крепостью. Часть первая. Глава первая. Хорошо, сообщил мне Адамс и чуть повел удилище в сторону. Очень хорошо. И главное, клев какой. У меня там на той земле рядом с домом тоже река текла. Кутиней называлась. Широкая, быстрая. Вот только рыбы в ней не было. Совершенно. В ней вообще никто не водился с тех пор, как в нее начали отходы с заводов Томминса сбрасывать. Больше скажу. Рядом с ней стоять и то опасно было. Под конец берега даже специальной сеткой огородили, чтобы люди с дуру там не шастали, а потом не мерли, как мухи. Кутиней, прихлопнул комаран из щекея. Знакомое название, только она же вроде в Канаде. А ты говорил, что родом из Айдаха? Реки, они текут, назидательно произнес Адамс и для наглядности показал рукой на водную артерию, которая плескала волной буквально у наших ног. Ну да, исток ее в Канаде. Но на этом ведь она не заканчивается. Кутиней он длинный. И через Айдаха протекал, и через Монтану. О, гляди, гляди, опять клюет. Вот мы сидели с Джоном Адамсом на бережке реки и ловили рыбу. Вот так запросто, по-дружески, как наши предки лет триста назад. Он вообще оказался славным мужиком, этот самый Джон Адамс. Я себе его представлял этаким верзилой с бритым татуированным черепом, с бородой-лопатой, в кожаной переклепанной куртке, лопающейся на широченных плечах. А вот и нет. Адамс роста был невысокого, имел небольшую седоватую аккуратную бородку и внешность умеренно выпивающего работяги откуда-то с среднего запада. Да и одет он был куда скромнее, чем его спутники. Потертая джинсовая куртка, растянутый свитер грубой вязки под ней и заляпанная какими-то пятнами бейсболка с обтрепанным козырьком. Да, вот еще что забыл добавить к его описанию. Массивный револьвер 45-го калибра на боку. Тот самый, что был известен на старой земле как миротворец. Оружие, пережившее свое время и ставшее легендой. Меня даже легкая зависть взяла. Очень уж мощная машинка. И смотрится здорово. Хотя, конечно, для того, чтобы из такой стрелять не в белый свет, как в копеечку, а прицельно, немало патронов сначала надо сжечь. Что же до внешнего вида Джона Адамса, я не был разочарован. Мне с ним не жить и детей не крестить. Пусть одевается, как хочет. И к тому же в общении он оказался более чем приятным человеком. Сразу после того, как Василек пришвартовался у берега, Адамс безошибочно выделил меня среди всех тех, кто сошел с борта и подошел первым, на ходу протягивая руку. — Никакой настороженности, никаких дипломатических закидонов. Все просто и понятно. — Я Джон, — сообщил он мне, стиснув мою ладонь своею. — Полагаю, вон те шустрые парни рассказали тебе обо мне. И он с ухмылкой мотнул головой, указывая на Фрэнка, Рича и молоденького Майкла, которые стояли чуть поодаль и глазели на наш корабль. Нет, на самом деле там народу было побольше, просто остальные мне знакомы не были. — Кое-что, — подмигнул я Адамсу. — Не принимай это всерьез, — посоветовал он мне. — Врут паршивцы такие. Сами себе легенд обо мне напридумывали, а теперь в них верят. Вот прямо так с сомнением произнес я. — Людям нужны герои-приятель, — упер руки в бока Джон. Люди не хотят спасать себя сами, а потому должны верить в некую высшую силу, которая в последний момент придет к ним на помощь и потушит огонь под сковородкой, на которую определили их задницу. Сначала это был Бог, потом его сменил Человек-паук, Халк и прочие марвеловские супергерои. Ну, а последним таким прибежищем надежды стал Ковчег. Теперь легенды рассказывают о нас, обо мне, о тебе. Ты же в курсе, что про тебя травят байки у костра? — Да ладно, — изумился я. — Я так популярен в Атом-Сити? — Ты? Да с чего бы, — ухмыльнулся Адамс. — Про тебя там кроме меня да еще десятка человек никто не знает. Вот, сдался ты моим бандитам. Нет, парень, а тебе травят байки там, где ты живешь. Просто ты нелюбопытный и с шилом в заднице, прямо как мой младшенький. Вечно бежишь, вечно спешишь, хватаешься за десять дел и ни одно до ума не доводишь. Тебе некогда остановиться и послушать, что говорят люди, а ведь ты для них уже стал легендой. Может, хорошей, может, и хреновой. Но легендой правды в этих рассказах нет ни на грамм. Только это для людей не важно. Им просто нужно верить в то, что когда совсем припрет, когда с них заживо кожу начнут сдирать, ты придешь и всех спасешь. Вот тут я немного опешил. Похоже, мне начали читать нотацию. И потом, какая из меня легенда? Извини, приятель. Вдруг прервал свои речи Джон и положил мне руки на плечи. Просто так долго живу, что стоит только разговорить с сопляком вроде тебя или моих сыновей, то сразу же начинаю ощущать себя папашей, который обязан поучить жизни недалеких юнцов, которые сами не знают, чего творят. Да все правильно сказано-то, вздохнул я. А что, сыновья? Я так понимаю, они не с тобой? Нет, покачал головой Адамс, снимая с моих плеч свои ладони. Они где-то здесь, в ковчеге, но я не нашел их пока. Найдутся, уверенно заявил я. Да чего далеко ходить, у нас тут одна история была. Послушаю, заверил меня Адамс. Время у нас есть, так что наговоримся всласть. Но пока светло, дай я твой кораблик погляжу. Любопытно же. Пустишь на борт. Если нет, я пойму. Не обещаю, что не обижусь, но пойму. Времена такие, что людям веры нет, а незнакомым особенно. Да не вопрос, легко ответил я. Тем более, что на моей посудине секретов никаких нет. И так все рассмотреть можно. Павлик, покажи господину Адамсу Василек. Еще раз назовешь меня господином, и я прострелю тебе голову, пообещал мне лидер атомщиков, после чего без колебаний зашлепал по воде. И это не шутка. Зови меня Джон, как между людьми водится. Можешь даже папаша Джон. Почему нет? Он добрался до лесенки, которую подвесил на борт Павлик, и ловко вскарабкался на борт. Ого! Донесся до меня его говорок. Парень, скажу тебе так. В Атом-Сити живет много девок, и добрая половина из них даст тебе хотя бы разок, только по той причине, что таких ушей больше ни у кого нет. Девки, сынок, любит все необычное. А ты, мать твою, ну, очень необычен. У нас таких не водится. Да что ты насупился? Я ведь хвалю, а не издеваюсь. Папаша Джон увидел нашего Павлика. И да, ушаст тот до невозможности. Не всякий слон подобной красотой похвастаться может. Кстати, ох и зол я был на этого добромолодца всего полдня назад. Дело в том, что в состав группы, которая отправилась со мной в рейд, под названием «Дальняя разведка», этот ушлый, не ушастый, а именно ушлый товарищ, изначально не входил. Я хотел оставить его в крепости на всякий случай. Просто он был единственным, кого Одессит успел хоть как-то выучить речному делу. В корабельном смысле. Штурвал там вертеть, в гудок гудеть. Не факт, что в случае нашей гибели у семьи появится новый корабль. Но вдруг? В любом случае в резерве должен иметься человек, знакомый с ремеслом капитана речника. Вдруг Одессит во второй раз до нас не дойдет. Так что сделал этот хитрец Павлик? Он пробрался на борт с зайцем и очень ловко спрятался в машинном отделении. Даже дровами себя завалил паршивец такой. И все это наверняка было сделано при попустительстве Одессита, зуб даю. Конечно же, после того, как все вскрылось, дядя Жора делал круглые глаза, мелко крестился и заверял меня, что он ни сном, ни духом, но кто бы ему поверил.